Привет, мальчишки и девчонки! У нас сегодня эксперимент, сможет ли выбраться ящерица из ведра. Как же всё это началось? К нам заглянула без приглашения хладнокровная гостья, и тут же её постигла карма. Она попала прямиком в ведро, выбраться из него самостоятельно не смогла. Хорошо дети ввиду своей наблюдательности заметили, в какую ловушку угодила ящерка. Я предложил детям устроить для ящерки эксперимент на сообразительность и смекалку. Смысл был прост, сделать из досочек лаз, по которому она сможет выбраться на свободу. Сделали два варианта, сложный и лёгкий. Сложный вариант состоит из трёх досочек с постепенным подъёмом и лёгкий вариант с одной доской, направленной под небольшим углом вверх. Немножко википедия. Живородящая ящерица имеет размер 15-18 см, из которых 10-11 см приходится на хвост, окрас коричневый с тёмными полосками, тянущимися по бокам и вдоль середины спины. Нижняя сторона тела светлая, у самок с зеленоватым или с жёлтым оттенком, у самцов кирпично-красная, оранжевая. Встречаются ящерицы с полностью чёрным окраской. Самецы отличаются от самки более стройным телосложением, более яркой окраской, наличием выпухлости у основания хвоста, более тёмным брюхом. Эти ящерицы питаются мелкими насекомыми, улитками, дождевыми червями. На зиму живородящие ящерицы забираются в укрытие на глубину 30-40 см под землю и остаются там до весны. Ящерица долго скреплась по стенкам ведра, никак не хотела заходить на деревяшки и исследовать их. В какой-то момент она зарылась под землю и вылезла спустя 5 минут совершенно в другом месте, вся перепачканная, в мелких крупицах земли. Поначалу я начал думать, что ящерка совсем тупенькая и, скорее всего, эксперимент не удастся и будет полностью провален. Но эта теория никак не клеилась с тем, что мы видим повсеместно в жизни. Мы не встречаем ящериц в каких-то странных ситуациях, где они не могут выбраться из них. И тут меня осенило, что ящерица не лезет вверх, потому что боится меня. Я решил отойти от ящерицы и дать ей посмотреть на ситуацию в целом. Через 10 минут я вернулся и увидел, что ящерица проворно карабкается все выше и выше. Конечно же, мое появление не осталось незамеченным. Ящерица тоже увидела меня. И ее продвижение вверх замедлилось. Она старалась выбраться как можно дальше от меня. Но ведро очень было скользкое. Ей не хватало какой-то шероховатости, чтобы зацепиться. И в какой-то момент, естественно, она сорвалась с достигнутой точки. Хорошо, они очень проворные и ловкие существа. И она зацепилась хвостом. Посмотрите, как это выглядело вживую. Довольно-таки эпично. Так, ну вот, она уже продвигается вверх потихонечку, постепенно, проползает с остановочками, обдуманная. Вот остаются уже считанные секунды. Она перелазит на край ведра. И чуть не сорвалась вниз. Вы видели, как она повисла просто на одном пальчике, на одном коготочке. Резюмирую. Эксперимент удался. Ящерицы – сообразительное создание, которые смогут в трудную минуту преодолеть нужные расстояния, сообразить, что к чему, и выбраться. А у меня на этом все. Изучайте вселенную, играйте в игры и не болейте. Пока-пока.